Доброе утро или добрый день всем. Все свое ношу с собой с стакана матча. Еду в Москву и сегодня будет встреча в офисе Google. Буду там снимать. Я дала себе обещание, что я буду снимать влог из офиса Google. В общем, сначала сниму московский. Как только мы получим документы с Лешей на английскую визу, я решила сходить в Space еще и в Лондоне. Поэтому, я думаю, вам интересно. Ну что, пока я еду в Сапсане, надо взбодриться. Чем нас кормят? Я смотрю сюда. Та-дам! И бутеры, кстати. Вкусно. Привет, мои дорогие! Будет короткая вставка, потому что я сейчас начала монтировать свой влог из Москвы, где я ездила на бренд-джем от Google или YouTube и поняла, что кроме меня и моих коллег по цеху, которые мои друзья по совместительству, ютуберы, это видео никто не поймет. Какой чехол! Посмотрите, кого я здесь встретила. Google объединяет людей. И вот. Ну с тобой мы видим все чаще. Причем, мы уже на месте. Тут завтрак. Я обещала снимать влог. Я буду снимать влог. Поэтому, чтобы вам тоже было интересно, я немного расскажу подробнее, хотя, возможно, эту информацию и нельзя никому рассказывать, и это какая-то коммерческая тайна и прочее. Надеюсь, что меня будут по-прежнему звать на такие мероприятия YouTube и Google, но для меня это большое событие оказаться в таком месте, поэтому я все-таки немножечко разболтаю вам какие-то секретики, которые я там узнала. Первое. Офис Google находится в Москве, в самом центре, можно так сказать, на набережной, в потрясающем месте. Когда ты туда заходишь, ты видишь красные ковровые дорожки и резное красное дерево, но, проходя дальше до лифтов, вы поднимаетесь в совершенно современные этажи, где расположены офисы Google и где работают сотрудники офиса Google. Что меня действительно поразило, это то, что это место безумно толерантно, и эта политика компании Google просто в моем сердце, потому что я настолько тоже толерантный человек, что, мне кажется, для России это очень не свойственно. Поэтому оказаться в таком месте, увидеть, что в нем действительно очень трепетно относятся к каждому своему сотруднику, это очень круто. Еще в офисе Google просто какая-то витает безумно дружественная, friendly атмосфера. Все ходят с кексиками, с чаечком, вообще там очень мощный буфет для зожников, для незожников, кто пьет свежевыжатые соки, там даже есть кокосовая вода изотоник, в общем, миллион видов кофе, и все сделано для того, чтобы сотрудники чувствовали себя максимально комфортно. Также каждый этаж офиса в Москве оказывается выполнен в определенном стиле. Я была только на двух этажах, и они были выполнены в стиле мостфильмовских мультиков и просто каких-то сказок русских, в общем, каждая переговорная называется каким-то именем или сказкой какой-то, и, в общем, оформление там на высоте. Вообще, приезжая из Питера в Москву, я всегда чувствую, насколько корпоративная культура level up, ну, может быть, просто я не работаю в офисе, и для меня это действительно удивительные факты, но это очень приятно и очень круто. Валентин, мне переключил на макросъемку, я, как всегда, с матчей, в общем, мы едим лизон с кофеечком. Кофеечка моя красива, вот, с шашлычочком, почему бы и нет? Здесь вы можете даже видеть блогеров, которых вы знаете, а я не очень, но это, как всегда, в общем, вот так выглядит частичка офиса Google. Валентин, я обещаю тебе смотреть в объектив, и на тебя. Первый бренд, с которым мы поработали сейчас, ну, точнее, я надеюсь, что я с ним буду работать, это OGX. В общем, я, оказывается, им пользовалась, и вам даже когда-то рассказывала про голубой шампунь с кокосовым маслом миллион лет назад, оказывается, я была первым, кто вообще в России пользовался, потому что они официально только с 2018 года. А еще посмотрите, здесь все едят сладости, вкусняшки, и какие прелести кексы все едят. И чтобы вы не думали, что я упоротый зож. Ой, не столько. Дальше еще так. Вот так. В общем, такие новости. Мне очень понравилось, и я надеюсь, что после этого видео меня не забанят, и буду приглашать по-прежнему, потому что оказалось, что в офисе Google снимать нельзя, и все это политика конфиденциальности и прочее. Ну, здесь можно, где-то, там нельзя, где-то снимала сториз, там нельзя снимать еще так. Да ладно. Ну, вообще, да. Наканчивается наш вечер. Это твой первый папа Ториз? Нет. Да? А мой первый, мой первый приезд. Я люблю Google за алкоголь. Чего за дружить? Я вообще люблю Google за возможность. Бесплатно есть. Ездить в Москву. И видеться. И видеться с вами. В общем, на этой нотке завершаю. Я в валенке вам показала. Я все наснимала, там, да, и как-то нельзя было делать. В общем, спасибо за гостеприимный прием. Я надеюсь, что нас вызовут на работу. О, нас вызовут. Нас вызовут на работу. Что больше сказать, не приходите сюда. Некогда. Ну все. За ваше здоровье. Вечер еще не заканчивается. Мы идем ужинать с Валентином, с Тимой. И вечерняя холодная Москва. Хотела встретиться с подружкой, но, моя хорошая, в следующий раз. Давай я подержу сумку, а ты такая тепла и встанье покручься. Вот, блогеры дают советы, как делать контент годный. А сейчас мы поиграем в игру. В и вагон. И будем спрашивать людей, по что же они оденны сегодня в эту дубовую пору. А ты уже здесь, что ли? Приветки, баргузетки, Янта Чума. И ты думаешь, наверное, Янта Луи улица. Най, ребятеночек, Янта заключительного выпуска Луи стиль. Завершаю я свою поездку в Москву. Москву, господи. В офис Google. Следующее мое мероприятие в офисе Google, я надеюсь, будет из лондонского офиса, где я буду снимать вам Space. Хочется, понравилось. Офис Google просто бомба. В общем, надеюсь. Мне сказали, что в Лондоне он будет еще круче, поэтому надеюсь, что совсем скоро я вам сниму влог более детальный, более подробный из Google офиса в Лондоне. Но я хочу сказать вам спасибо за просмотр. Я вас целую. Все. Тут, наверное, уже снимать нельзя. И пока-пока. Пока-пока.